Девушки отдыхают Раритетные фото выложил самарский КВНчик Дима Колчин. Год примерно 2005. Остров на Волге. Наш старый лагерь. Сколько там побывало разных интересных людей, просто не перечислить. Свободная республика, как говорится. Это можно понять даже по моим клетчатым штанам и нестриженной шевелюре. У нас не было видеокамер и смартфонов, поэтому снимали на деревянной Нокия. Но на память сохранили вещь серьезную. Отмечаем на видео всех, кому там довелось побывать. Очень хитрым рецептом стейка поделился самарский шеф-повар Иван Родионов. Сходи на рынок и попроси у мясника Рибая Большеглушицкого. Да непременно с прожилками мраморными. Пару кило. Потом в лавку за мисопастой. Домой придешь и начинай творить. Масло сливочного мягкого намни с розмарином, резаным и чабрецом. Перцу черного смолоти. Соли копченой насыпь. Далее в мисопасту добавь половину от масла. Чесноку натертого щедрой пару ложек соуса. Перемешай и дай постоять. Пока к мясу беги. Его надо начиная с тонкой стороны при помощи длинного и острого режика. Аккуратно развернуть наподобие листа. Вот это и будет наш холст для масла. Насечек наделай и густо смажь тем маринадом, что накануне мешал. Теперь плотно заверни и обвяжи бечевкой. Далее рулет надо нарезать шайбами по полкило. А как обычный стейк пожарить с двух сторон и в духовом шкафу до прожарки. Провокационную рекламу публиковался марский фотограф Дмитрий Львов. Убираем с фото толстых папиков и переполненные мусорки. Освежаем красоток. Команда ретушеров готова к работе. Присылайте ваши фотографии на переработку. Уберем лишнее молодим и добавим красок. Фото с отдыха и даже с телефона. Быстро и конфиденциально. Пишет автор. Народ такую рекламу затроллил. Толстого красавчика на заднем плане тоже надо было все-таки оставить. Комментируют читатели. Такой мужик есть на каждой фотографии с отдыха. И он всегда смотрит в камеру. Папик всегда украшает фото. Добавляет красок, так сказать. Судя по фотошопленному мужику, мусорки и объявления, вы и испортить нормальные фотки можете. Пост из неволи выложила самарская модель Лиза Добрянская. Я заболела и меня положили в изолятор, пишет девушка. Просто температура поднялась и горло заболело. Фишка в том, что отсюда нельзя выходить и кому-либо заходить. Меня положили сюда одну, потому что в другом изоляторе использованы все кровати. Теперь я тут одна. В гордом одиночестве ночью я очень боюсь спать одна. Тем более в незнакомом месте, да еще и на первом этаже. Вот бы кто-то тайком ко мне проник, и мы на ночь смотрели сериалы. Например, это очень жирный намек, если что. Но никто не повелся на такой заманчивый призыв. Откликнулась только одна девушка. Никому не хочется в больничку. Любви к меду признала старательская заботчинная зошница Женя Трубникова. Ем ровно две ложечки в день с медом. У меня особое отношение сказать, что я на нем выросла, ничего не сказать. Не удивлюсь, если мне родители расскажут, что они мне вместе с грудным молоком его заливали в первый день жизни. А все потому, что мой дед – великий зошник и пчеловод уже более 45 лет. И за свой мед и его целебные свойства он готов отвечать. Знаете, как в детстве было? От всех болезней невзгодно помощь приходят мед, чеснок и прополис. Да и сейчас, как только я или дочка заболевают, сразу же звонит дед или мама и начинают читать лекции. Где и как помазать прополисом, я обязательно съесть мед и все пройдет. Я никогда не думала о том, что смогу связать свою жизнь с татуировками, рассказывает тату-мастер из Тольятти Элиза Роуз. Хотела ли я тату на своем теле? Да, но я не знала, что и где. И я даже общалась с одним тату-мастером, но дело до татуировки так и не дошло. Но хотела ли я стать тату-мастером? Нет, и никогда не думала об этом. Это произошло спонтанно. Однажды вечером мы с друзьями решили, что мне нужно попробовать себя в этой сфере. Мы обсудили, что нужно купить силиконовый коврик или купить свиную кожу, голову на рынке для тренировок. Но спустя пару часов план изменился, и мой муж любезно предоставил свое тело для моей первой работы. Это было чертовски волнительно. Все мои пробы пера остались на его теле и ничем не перекрывать. Сегодня я сдавала аттестацию и еще раз для себя поняла, какая я плакса, несмотря на то, что мне почти 25 лет. Призналась своим 750 тысячам подписчиков Самарская зубная фея Феррида. Для меня любые экзамены всегда сильнейший стресс. А вот я отношусь к тому числу людей, которые хорошо знают все темы, но из-за паники и стресса какого-то внутреннего мандража теряются. У меня начинают непроизвольно идти слезы, и всегда я знаю правильный ответ на вопрос, но боюсь его озвучить. Это психологическое состояние вводит меня в ужасный ступор, и я выбираю вариант промолчать, чем ответить, сомневаясь в правильности своего ответа. Эти панические лихорадки пугают меня и не дают получать заслуженные оценки легко и непридужденно. На этом все. Репосты, лайки и ваше внимание нам приятно, так же, как и героям этого выпуска. Подписывайтесь на корпоративные сети ТЭР и следите за новостями в новом выпуске ТЭРограмма. С вами была я, Таня Бекметова. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»